В 17.00, время местное. Это программа «Культурный код». Меня зовут Надежда Савельева. И представлю вам наших гостей. Наталья Пуневич, главный балетмейстер ансамбля хакасского танца «Кунцузы». И Раш Мандаржаб, артист балета ансамбля хакасского танца «Кунцузы». Желаю вам доброго вечера и, конечно же, спасибо, что пришли к нам в студию. И сегодня, ну, наверное, в центре внимания, это премьерная постановка «Конокрады». Мы побывали на репетиции, вот, раскрыли небольшие секретики. Вообще, премьера уже состоялась. Давайте, наверное, начнем с того вообще, откуда такая идея, на такую романтичную тему создать постановку. Ну, идея эта пришла в голову нашему художественному руководителю по музыкальной части Кучиночары Сайну. И она уже пришла ему в голову достаточно давно. И воплотилась вот именно в большом масштабном, так скажем, проекте сейчас. Но с этой темой, как бы, я уже, например, сталкивалась лет 20 назад. Как бы, изначально я с ней столкнулась с этой темой, когда услышала несколько песен в исполнении группы «Сабжилар». Тогда Вячеслав Кученов был руководителем этой самостоятельной группы. И они уже затрагивали эту тему. Произвели, так скажем, культурные походы по дальним деревням, аалам нашей республики. И собрали какую-то информацию. Они собирали песни. И вот одну из песен, которую им удалось найти, она была посвящена именно Чулгустар. И тогда они встретились с этим понятием впервые. Чулгустар – это то слово, которое переводится как «конокрады». Давайте расскажем, кто это такие или те, кто не знает. Ну, давайте расскажем. «Конокрады» – это те, которые… люди, которые охотятся, воруют коней. Ну, в принципе, тут понятно, да, если посмотреть. Выглядит, конечно, это очень на слух как плохое действие. Но украсть другого, кажется, всегда это плохо. Да, наверное, это так. Но вот в данном случае такая история за этим словом скрадывается, что хакасы в дальние времена, что до нас вот дошло, они, возможно, это были какие-то воины, которые раньше воевали, а потом военные действия закончились, и они остались как бы в мирной жизни. А вот этот адреналин все равно работал. Им хотелось что-то такое совершать, какие-то подвиги, что-то хотелось такое полезное совершать для своего народа. И они перебирались на север, где у нас были самые богатые, тысячные табуны, самых богатых зажиточных хакасов, баев. И они крали коней, но так как все кони были меченые, их продать в Хакасе было невозможно, незаметно. И поэтому они организовывались, такие отряды, и угоняли этих коней через всю Хакасию, через всю Тыву и Монголию. И переправляли через реку, там тоже у них были свои сторонники, обязательно договоренность на монгольской стороне, которые помогали им продать этих коней. И продав этих коней, они воровали на той стороне тоже коней, и перегоняли их обратно, уже не меченых. Либо ловили, отлавливали, ну, я не знаю, там уж по-разному бывало. И перегоняли их в Хакасию снова туда, на север, и по дороге. В общем, почему их люди-то любили? Потому что они простым людям, у которых не хватало, как бы незажиточных, незажиточные люди, они могли просто-запросто им подарить, что они и делали. Раздавали этих коней просто. Ну, остатки продавали, конечно, и существовали, видимо, на этом. Что-то себе там покупали, не знаю. Поэтому с этим словом у Хакасов связано больше положительных эмоций, чем, как бы хотелось бы подумать. А я бы хотела нашим телезрителям и слушателям объяснить, потому что мы вначале немножко упустили этот момент, что Конокрады – это музыкально-хореографическая постановка. То есть, это совместно у нас фольклорный ансамбль «Ульгер» и ансамбль хакасского танца «Кунсузы». Это совместная постановка. И, собственно, будем сегодня обсуждать вообще, как прошла премьера и все какие-то интересные моменты по этой постановке. Как вообще, кстати, прошла премьера? Давайте я сейчас вот хотела бы дать слово именно по этому вопросу Раджу. Он у нас постановщик танца. Да, вот он Раджу конкретно, не по совместительству, в душе, на самом деле он солист балета у нас. Он исполнитель во многих программах с самых, одних из первых партий. То есть, он характерный артист, очень яркий. Его у нас в республике все знают. Кто не знает, это, наверное, просто он не посещает, наверное, наши концерты филармонические. Есть стимул посетить. Да, поэтому, кто еще не знаком с Раджем, добро пожаловать на наши концерты. Но вот конкретно тематический номер в этой программе, именно про коней, про этих щубустарк, как они их воровали, именно Радж поставил для этой программы. И он же один из исполнителей, потому что его эта тема очень зацепила. Я прямо помню, как он... Можно я это возьму? Вот можно я так от всей души? И поэтому я с удовольствием делегировала эту часть работы, и он ее с удовольствием сделал. Но сейчас он может рассказать, как он почувствовал себя внутри того, что сам создал. Поделитесь впечатлениями. Поделись, пожалуйста, с нами. Мне тоже интересно. А мне-то как интересно рассказать нашим зрителям. Во-первых, всем здравствуйте. Идея конокрадов мне, когда Наталья Викторовна рассказала, и Куча Наталья Русановна рассказала, я сразу загорелся, думаю, надо сделать. А именно, чтобы это был мужской танец. И мы с Натальей Викторовной очень долго думали, и решили, что будет у нас трое конокрадов. Но я думаю, что в будущем у нас будет чуть больше конокрадов. Да, вот. Идея, как я поставил, здесь я, наверное, взял идею наших национальных праздников, это Тумпайрам, Чаупадзе, где приходят ежегодно скачки, соревнования. И как-то вот видел там один парень ловил коня. Именно, как называется, не кона там, а Арканом. Арканом, да. Арканом. Я подумал, у нас, в принципе, в филармонии нет таких танцев, которые бы использовали вот именно такой реквизит. Он, на самом деле, очень тяжелый реквизит для исполнения, для артистов именно исполнять, потому что там с ним надо работать очень так аккуратно, чтобы и за кулисами никого, ни в кого не пролетел Аркан, ну и чтобы там что-то не зацепить. И вот у меня появилась идея, что основная часть танца у нас будет использована именно Аркан. Что мы как будто бы действительно не просто там бегали, а ловили коней, а именно прям Арканили, ловили коней. То есть у нас вот, если еще не видели, придете и увидите, что у нас используется Аркан. Вот, естественно, еще атрибутика в этом танце мы использовали, это наши хамжи, если перевести на русский язык, это бич по-другому. Есть у нас большой бич, это для погона именно скота, а есть маленький бич, тобрыщик называется, вот, и мы использовали еще тобрыщик. Также у нас были костюмы, такие более, они больше похожи, наверное, такие, ну, действительно, я так и думаю, что использовали это раньше конокрады, не было таких богатых мехов, скорее всего, это какая-то коровья шесть, возможно, да, кожа, может быть, что-то такое. Это дубленки. Дубленки, да. Опять же, тоже в них тяжело работать, потому что они тяжелые, вешают тоже несколько килограмм, и эти Арканы тоже вешают почти по 2 килограмма. Ну и душновато, наверное. Очень жарко было, да, действительно, мы просто выходили, с нас вот так вот все вытекало, мы прям мокрые были с ребятами, но остались ребята довольны, проделали работу очень сильную. Ну, до этого еще мы ездили в Москву, неделю там жили, и, можно сказать, буквально за несколько дней сделали, ну, не за несколько дней, а мы ее как бы постепенно делали-делали, ну, прямо отточили. Дожали уже. Дожали вот за эти несколько дней. И артисты, конечно же, все, ну, не буду говорить, что устали, но устали-то. Вот так вот. А с какого момента вообще начались первые репетиции? Сколько времени это все готовилось? Ну, конкретно эта программа, где-то когда мы узнали, что нам выделили грант. Да, это, кстати, по поводу гранта, да? Сколько там, какая сумма? Мы не знаем точно, но что-то миллион, наверное. Да, проект реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Благодаря гранту и вышла эта постановка замечательная. Думаю, надеюсь, что она еще будет не раз повторяться. И те, кто пропустил премьеру, смогут еще. Ну, мы про это позже скажем, когда еще можно будет. И сколько вот по итогу репетиции вся эта подготовка шла? Сколько по времени? Ну, на самом деле, где-то несколько, ну, пару месяцев точно заняло вот эта вся уже такая подготовительная работа заранее велась. Мы там работали, искали художника, который бы нам вот соответствовал данной программе. подбирали ткани, музыка, музыкальный материал весь писался, потом он дорабатывался, разучивался с молодежью. И мы уже там распределяли героев и потихоньку начали набрасывать номера. Ну, и потом, как бы уже, когда ближе сюда к премьере, мы начали уплотняться в работе в этой, и ее, в общем, закончили в срок. Расскажите, откуда брали материал? Брался для постановки? Ну, материал мы брали в магазине. Там очень хорошие ткани, красивые. Если что. Вот. И художница у нас Влада Чавтыкова в этот раз была, она нам помогала, рисовала эскизы. И вот весь этот грандовый фонд мы потратили именно на материальную базу, чтобы укрепить ее. Мы пошили красивые новые костюмы для фольклорного ансамбля. У нас очень много там молодежи сидит, много девушек и парни молодые. Мы ходили, до этого они как бы на подборе выходили, пели, а сейчас у каждого есть свой личный костюм, который соответствует характеру, темпераменту, они не повторяются. Это тоже очень интересно, потому что очень много в этой программе песенного материала, и на себя музыканты много берут как бы внимания. И тоже, чтобы было глазу приятно, каждая девушка у нас с отдельным самостоятельным наряде. А цветовая гамма? Ну, у них разные абсолютно пасхалорные. Там есть сиреневые, есть чуть береза, но такие приятные цвета глазу. Художники молодцы, хорошо поработали. И также мы приобрели несколько комплектов для танцоров, что для меня самое важное, потому что это достаточно дорогостоящее мероприятие – одеть коллектив танцевальный. Тем более хакасы никогда не жалели, из истории, если посмотреть костюм, они никогда не жалели денег на ткани. Если вот были деньги, все туда пустят. Ткани всегда выбирали дорогие, хорошие, ноские, яркие. Костюмы всегда шились длинные, добротные, качественные. И это все мы всегда стараемся сохранить. Мы сшили комплект на парней и девушек 12 комплекта женских костюмов, 12 мужских костюмов. Это новые костюмы с светлой гаммой, очень красивые. Они вроде бы как и светлые, но при этом и теплые кажутся. Но на самом деле в них легко работать, что немаловажно. Также мы сшили костюм свахи, показали вот этот прекрасный… Обычно невеста наряжают, но мы тут решили сваху показать, нарядили ее всю, украсили из рвы, тюрьмой перик, там сикпен красивый, вот это свахи, и сикдек, и все вот это в шуточной форме мы показали. И потом сваха, нарядившись, поехала сватать. Вот этот новый был тоже у нас костюм, он отдельный. И также мы еще сшили несколько комплектов, именно на Челкустар. Вот то, что сейчас Радж нам рассказывал, костюмы вот эти дубленки. Вот, и мы эти костюмы все изготовили. Также реквизит, который нужен для этого танца. И декорации. То есть декорации, это очень похоже на эти украшения для коней, это как называют, не сброя, ну сброя, наверное, конская. Да, вот есть такие декорации, они будут легкие, переносные. То есть мы можем гастролировать там, у нас по Хакасе, и украшать сцены уже даже, ну, в любых других домах культуры. То есть получается, что вот реквизиты и костюмы какие-то будут использоваться не только в этой постановке, я правильно поняла? Ну, по крайней мере, именно там реквизиты точно. Смотрите, как получается, мы, конечно, делаем это все специально для этой программы. Но уже как жизнь показывает, мы обычно что-то, потом можно, конечно, использовать и в перспективе. Вот у нас есть какие-то комплекты, остались от Хайбалета, тоже грандовая программа была. Какие-то остались комплекты от Аганху Стар, вот тоже мы недавно грантовую программу защищали. И это все как бы сейчас накапливается, и у нас обновляется костюмный фон. Ну, для зрителя это очень приятно, потому что смотреть, как танцоры танцуют в одних и тех же костюмах десятилетиями, это тяжело. Ты хоть какие-то там танцы поставь, они будут все на одно лицо, потому что картинка... Воспринимается уже. Да, воспринимается. И поэтому это важно, чтобы новую программу запустить с каким-то свежим новым комплектом. И она будет всегда с этим ассоциироваться. Вот, всегда. А потом уже вы можете их переодевать, одевать, использовать как хотите, это уже другое дело. Главное, что они есть у нас теперь. И мы очень благодарны, что есть такая возможность, вот эта грандовая поддержка. Для нас это, скажем так, без нее невозможно было красиво создать. Можно придумать все красиво, но одеть красиво, без денег, к сожалению, не получится. Получилось ярко, феерично, в то же время трогательно и романтично. Да, трогательно и романтично. Ну, если зрители думают, кто не попал к нам на концерт, если они думают, что мы там всю дорогу скакали, то это не так. Потому что это у нас так на закуску скакать. Потому что бороться всегда быстро, а долго путешествовать. Само путешествие в степи в холодной, всегда это... Нам кажется, что это романтично, когда это тебе рассказывают. А вот просто представьте, люди живут себе обычной жизнью, потом ночью вот они, что-то им стрельнуло в голову, там собрались втроем, тихо, мирно, одели дубленки, заправили ножи, ножны, оседлали коней, взяли там провидзию какую-то небольшую. И в холодную ночь с этим всем сели на трех коней там втроем и уехали. И ушли. В непонятном направлении, никого не предупредили, чтобы никто их не искал и все такое. И уехали. И вот они через всю... Сначала туда воруют, потом туда воруют. Представьте, это по времени сколько. Ну, это месяц как минимум. Я не знаю, я не ходила в такие походы, но я просто прикидываю, это же не на самолете полететь, и с собой дом не потащишь. То есть и юрту не возьмешь особо, потому что это видно будет в степи сразу. Они же как бы это все тайно делают, все как-то скрытно. Надо было через реку перевезти и следов не оставить, потому что ведь, если сразу заметили, что коней украли, то могут и погоню пустить. И это уже конец. Если догнали, то уже живых не остаются. Я хочу попросить наших коллег. Дело в том, что у нас есть видео с премьеры. И я думаю, там как раз мы сейчас посмотрим, какие были костюмы. Давайте. Если коллеги готовы, то давайте сейчас запустим первый отрывок, посмотрим, что у нас там есть. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажем так, лирический он И как вступительный, как эпилог, что ли, вот такой Давайте расскажем, кто участвовал в программе И вообще сколько всего человек Потому что это все очень было так Ну, в программе приняли участие два коллектива Как можно вначале сказать Да, как мы уже озвучивали Это фольклорный ансамбль «Ульгер» Под руководством Кучена-Щарых Сайн В этот раз там, по-моему, даже семь человек Уже музыкантом было Да, но не все из них, конечно, новые Ну, студенты Обновленный, да, коллектив Студенты у нас сейчас очень талантливые Присутствуют девочки И мастера уже известные тоже В общем, это все вместе очень-очень хорошо Когда старшее поколение передает навыки молодежи И все это происходит вот прямо сейчас А не когда они уже престарелые Они все еще молоды, так скажем И поэтому, да, они даже со сцены никак не отличаются Поэтому музыка Главное, чтобы музыка была именно такая Как нам хочется, душа пела Вот, ну и у нас тоже коллектив был обновленный У нас сейчас Мы этим летом сделали набор для ансамбля Кюнсузы И группу детей набрали Музыкальный колледж на хореографию учиться Прям специально таких детей набрали Заключили с ними договоры И они сейчас учатся на кафедре хореография И также занимаются у нас в студии При ансамбле Ну, или как бы подрабатывают прям сразу у нас Совмещают учебу и сразу творческую деятельность И мы их понемножку-понемножку в массовые номера Конкретно здесь они в раз-два, в трех номерах были задействованы Массовые там парни и девочки есть Как у них успехи? Ну, мне кажется, хорошо Они все молодцы И главная их задача сейчас Практиковать хакасский язык И учиться танцевать Больше от них ничего не надо Вот учиться танцевать, чтобы совершенствоваться И практиковать язык Все остальное у них все прекрасно Учатся и мы рады, что у нас сейчас обновление молодежное такое Если честно, нам это очень хорошо Сколько по итогу вашего ансамбля? 12 пар Вообще 12 пар То есть 12 парней, 12 девушек у нас как бы сейчас есть И все были задействованы, да, получается? Да, все были задействованы В той или иной степени все были задействованы Кто-то больше, кто-то меньше Кто-то солировал еще даже У кого-то только массовый ПК Все зависит от уровня мастерства И нагрузки мы так распределяем, чтобы люди справились с этой нагрузкой Ну и чтобы было для мастеров то, чтобы было куда подрасти Скажите, пожалуйста, Радж А вы, я правильно понимаю, постановщик плюс сами выступали А вы не во всех? Ну, то есть в каких-то, в каких номерах? Ну, если брать именно мужские партии, то во всех Потому что там еще есть два женских танца Три, по-моему Радж всегда, мы не можем от него отказаться Он всегда танцует во всех номерах Наоборот, я хочу отказаться на теле электронной Расскажите про ваши номера В других чужих постановках, не в своих В чужих, если Да, хорошо, прекрасно себя чувствую Мы сейчас, ну, по крайней мере, я точно делаю Акцент, точнее, делаю Ну, так как я уже возрастной артист Именно артист балета Уже 15 лет работаю Мне 35 лет А 35 лет для любого спортсмена Это тяжелый возраст Ну, если правильно А для артиста Для артиста балет тут еще тяжелее Плюс за собой следить надо За фигурой следить нужно Расскажите, как вы следите То есть постоянно в тонусе нужно? Ну, Наталья Викторовна сдержит в тонусе Заставляет Особенно после Нового года, когда мы приходим После январских праздников? Январских праздников После авиа и так далее Она ставит нам в балетном классе весы И вот мы через весы проходим Если мы до Нового года шли в таком весе И пришли в другом Она гоняет Да, диета Естественно, диета Плюс подвижные движения Ну, занимаемся каждый день Каждый день у нас идет тренинг С 10, допустим, целый час мы занимаемся Разминаемся У нас классика, либо джаз Ну, а потом уже идет у нас постановка Либо номеров, либо отработка номеров С нами работает Тимур Балетмейстер тоже И Наталья Викторовна с нами работает Ну, когда я свои номера делаю Они мне помогают вместе Потому что, когда ты танцуешь в своем же номере Ты не можешь сам себя отработать Ну, точнее, свой номер Надо, чтобы кто-то со стороны Чтобы кто-то со стороны смотрел Либо мне нужно уходить с этого номера И смотреть Уже отрабатывать с артистами балета Этот номер Вот Сейчас у нас, да, действительно пришла молодежь Уже хорошая талантливая молодежь Я очень рад, что есть Кому нас в будущем заменить Ну, надеюсь, нас Наталья Викторовна пока еще Поддержит Готиков так 7, может, ей пора 15 хотя бы Да, поддержи, конечно Хотя бы играть, не знаю, березу Тоже было бы, конечно, хорошо Не просто постоять на сцене За кулисами кому-то Реквизина С березой Я бы плакал Руки Действительно, у нас молодежь очень хорошая Мы сейчас, кстати, номер смотрели Там у нас в первой линии стоял Орлдай в центре Молодой артист Сколько ему? Ему сейчас 21 Чипер КП 21 ему вот только исполнилось И мы стараемся сейчас Вот Давать дорогу молодым Чтобы они, наоборот, вперед выходили Опять же, тоже зависит Вот, как Наталья Викторовна сказала От уровня подготовки артиста Конечно же, мы не можем сразу Вот, который артист пришел Месяц только занимается Поставить его вперед линию Ну, а так Все равно стараемся как-то вот меняться Обновляться хотя бы Чтобы артисты Ой, чтобы зрители видели Что вот у нас есть молодые артисты Дедовщина нет у вас? Дедовщина? Не, ну, это на всей работе есть дедовщина Я не скажу, что мы там приходим Но вы сказали, что вы так счастливы Что пришли Поддерживаете Нет, дедовщина навсегда есть Как ни крути Да, как ни крути Это есть работа Потому что мы уже заслужили Что-то где-то молодежь делает А мы должны в соронке постоять У нас дедовщина не такая уже Прямо как в армии Ну, конечно, не такая как в армии Это единственное, что это Это колонку принести в зал еще Ну, максимум Они молодые Максимум, да Подвижные А что касается конокрада Вот расскажите Вам больше В каком номере понравилось Участвовать? В каком танце Вот более для вас Такой был Ну, мне все номера понравились Мне нравятся И лирические номера И более подвижные номера Но вот именно в конокрадах Я не скажу, что мне очень сильно понравилось Я просто переживал за то, что это мой номер И вот, может быть, из-за этого Что я в него больше, может быть, усилий вложился Но нет, такого не бывает Мы, артисты, в каждые номера вкладываем И эмоции свои вкладываем И физические свои данные Ну, возможности тоже вкладываем Потому что нет такого, что вот Наталья Викторовна, я номер буду работать Ну, так Ну, такого не бывает Все всегда работают на сто процентов Предлагаю посмотреть второй отрывочек Из постановки И далее вернемся Ну, прокомментируем Будем Продолжим обсуждение Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Программа «Культурный код» продолжается Мы посмотрели еще один отрывок Из постановки «Конокрады» И увидели потрясающий номер Мужской номер И мне сразу что бросилось в глаза Это что одни у нас парни в черных костюмах Другие в таких ярких красных Такий кровавый такой цвет Наталья, расскажите То есть в чем там задумка В чем разделение Кто они вообще такие Вы посмотрели небольшой номер В нем, значит, поется В этой песне Поется о том, что Если парень играет На народных своих инструментах На народном своем инструменте То его всегда все слушают Он себя очень хорошо чувствует То всегда у него найдутся Слова, чтобы приутарить за девушкой И соблазнить ее То есть надо уметь хорошо играть Тогда все у тебя получится Ну, это так, в общем Ну, вот красный и черный Это, знаете, традиционный цвет Хакасских алопов То есть богатырей Это традиционно они носили Черные и красные одежды Для того, чтобы Ну, здесь мы показываем мирную жизнь В данном моменте Когда еще о Челго-Стар Они не выделились для зрителя Как о Челго-Стар Но среди друг друга Они как бы никак не выделяются А для зрителя сразу становится понятно Что какие-то трое чем-то отличаются Но непонятно пока чем И только потом в следующих номерах Когда они накидывают на себя Уже зимние тулупы Для того, чтобы пойти в поход Зрители догадываются уже окончательно Что тогда они заметили разницу Не для этого я их выделила Так, в принципе, здесь они никак не отличаются Это не совсем мужской номер Там в конце и девушки появляются Ведь надо было бы их соблазнить По содержанию песни И это удачно получается То есть они их приманивают Своими песнями И девушки Идет такой красавец По Аллу Или наконец качет Девушки, выходите Смотрите, я пришел Вот смотрите Любите меня, я такой красивый Где вот тут все подпрятались И девушки выходят И отвечают там Взаимностью Либо как-то Ну, в общем Вступают в эти переговоры Так скажем Такой номер Чуть еще немножко Радж Айва, у меня, знаете, к вам вопрос Вы постановщик танцев Скажите, какие вообще возникали трудности Понятно, что Я так поняла Немножко сложность в том Что и сами еще танцуете И надо было задействовать коллег Чтобы они где-то со стороны Там подсказали Помогли А вообще с коллективом У ребят Какие-то были сложности Или их не было Или все шло гладко Да как-то в этот раз Я не скажу, что было прям сложно Ну, я вот в начале программы Еще говорил, что с реквизитом Мы очень У нас Мы на реквизит Очень много потратили времени Целые два дня Во-первых, у нас не было Канатов Той длины, которой нам нужно было Они были короткие Если их бросать за кулисы То, соответственно Я не смог с ними работать Потом мы купили канаты Опять же Не той длины Чуть поменьше И мы за это Застопорились на два дня Вот И потом уже взяли Нужные длины канаты Они оказались В два-три раза тяжелее Чем те канаты А это надо было рукой Почти целых пять минут бегать И рука очень сильно затекала Там почти полтора-два килограмма Точно в руках Вот если вы возьмете Просто любой предмет И над головой покрутите Это тяжело Теперь понятно, почему Физподготовка важна Да, да И из-за этого мы как-то Ну, я так думаю, что Было Не предусмотрели Сейчас, конечно Мы будем на репетиции всегда Только использовать именно Этот реквизит тяжелый Чтобы уже рука уже привыкла И, в принципе, сам организм Привык к этому А так, я не скажу Что была у нас проблема Чуть-чуть Немножечко Именно не с оркестром А с ансамблем «Ульгер» Немножечко разошлись В фонограмме То есть у нас была одна фонограмма У них немножечко другая Ну, там тоже это было Мы потратили на это Где-то целый час И у нас все нормально Все сошлось По музыке Прям идеально Я вот прям из-за этого переживал Что не попадем У нас просто, да У нас заболел артист Который играет на ихе Их это вот такое Ну, как бы вам сказать Как виолончели По-другому Да, виолончели Ну, ничего Очарых справился с этой задачей Он взял все в свои руки И сыграл Все сделал Телефонный звоночек Примем Здравствуйте Здравствуйте, Надежда Я только хочу ответить Чтобы жить обычной жизнью Не нужно испытывать стресс Будет у вас обычная Хорошая жизнь Спасибо Спасибо Ну, не совсем по теме Ну, ладно Продолжим дальше 226011 Телефон прямого эфира Присоединяйтесь к нашей беседе Звоните Есть еще времени Чуть менее получаса Тем не менее успеваете На чем мы остановились А вот как раз таки На сложностях возникающих Хотела что-то спросить И сейчас забыла Можно рассказать Про, не про чем бы стараться Конечно, про наполнение Всего концерта Еще Которые У нас очень было много Красивых лирических Женских номеров Ну, и тематических тоже Которые отражали Вот именно То состояние Когда люди уходили Из дома надолго Что они О чем они думали Какие песни Их сопровождали Они же эти Оставили дома Родители престарелых Кто-то семьи оставил Кто-то любимую оставил И никто не знал Что из них вернется или нет С добычей или нет То есть это же игра такая Получается Не на жизнь, а на смерть И поэтому Когда они там Одинокие в ночах Сидели у костра Грелись Об своего друга коня Там Это Понятно, что они Скучали по дому Думали об этом И вот эти На расстоянии же Вот эти все мысли Они острее Воспринимаются Все чувства Ярче И вот об этом У нас было много Номеров сделано Когда они грустили Что все слезы Степи И радостные моменты Степи Они тоже Делили именно Со степью И именно об этом У нас было Несколько красивых Номеров женских Поэтому То есть Как бы Душевная составляющая Вот таких Людей Которые Одиноко Путешествуют По своей земле Или по чужой земле Как они себя ощущают Вот это мы тоже Хотели отразить Именно в этой программе И мы постарались Это сделать Таким образом У вас Это не первый номер Вы регулярно Выступаете Вместе С Ольгер Вот скажите Я так понимаю Уже прям Понимаете друг друга С полуслова На коллективы Между собой Что уже настолько Это такое привычное дело И в том числе И здесь Так скажем Все сошлось Уже Мы друг друга Уже понимаем Буквально с полуслова То есть Вы как будто Единый С первой ноты Вы как будто Единый такой коллектив Сложившийся У нас там все правильно Потому что В руководстве Сложено То есть У нас есть лидер Яркий Который всегда берет Ответственность на себя Не просто так Руками размахивает А он если что-то Предлагает Какую-то Идею Дело какое-то То он Всегда Если мы сами запутаемся Он предложит Оригинальное решение Вот И мы Как бы очень благодарны Что Нам честно скажем Повезло У нас есть лидер В коллективе Который Творец Который Нам предлагает Интересную жизнь Благодаря тому Какие-то Это как он Идея Скульптора Профессиональный Он Где-то лишнее Что-то отрубит Подойдет Где-то что-то Нужное ставит И Это еще дополнительный взгляд Контроль Так за нами То есть Мы не сами себе Предоставлены Танцоры Нас еще кто-то Любит Лелеет И за нами Еще следит И помогает Это очень важно Под кровь Что у нас есть Что у нас есть Вот этот Профессиональный И такой Неординарный Взгляд На нас Я предлагаю Посмотреть Последний Третий Отрывок С постановки И насладиться Красивым Номером И не наверное Точно красивыми Костюмами Не переключайтесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мы к вам вернулись, и это был последний третий отрывок с постановки Конокрады, и вот как раз то, про что нам говорил Радж, Вот эти скрученные... Вот эти скрученные... Каны Или канаты давайте Да, ну, внешне это канаты, в принципе, да-да-да Которые не так уж легко было вообще ими управлять Но, тем не менее, все справились Я вам даже скажу, что у нас по метражу почти 15 метров Один канат То есть И вот вы представляете в сумме то, сколько получается килограмм И как с ними работать Опять же, как бы не было, повторюсь, тяжело с ними работать Иногда бывает, что вот Можешь не докинуть, либо веревка может заплестись Вот из этого тоже очень сильно переживали мы Ну, когда вот танцевали выше только на сцену Потому что на репетиции она у нас раза два-три раза И у каждого из артистов Кстати говоря, это как-то символично было Сначала вот у Элата заплелась веревка вначале Когда мы репетировали, я думаю, ну что же делать Потом вроде нормально А второй раз была вот у Малата заплелась Скрутилась как-то, он тоже вся скручен И третий раз у меня скрутилась Это уже было на ген-парагоне Я думаю, все, ничего не состоится Ничего не получится Но, слава богу, на концерте все у нас хорошо получилось Ну, как при лето сработало Да-да, ну, как говорят, бог любит троицу Три раза ошиблись На четвертый все делали четко Все идеально было Да, я другую примету имела в виду Если на прогоне все прошло плохо, значит, на примере Ну, либо да Хорошо У нас на прогоне два узла было там Так что я вздохнула с облегчением Ну, ладно, хорошо Вы что-то хотели потом добавить Да, я хотела сказать, что вот то, что им трудно, ребятам было Вот физически, на самом деле, непростой номер Это как раз отражает Ведь на самом деле зарканить коня Как коней-то угоняли Вот я, типа, интересовалась Перед тем, как номерат мы начали делать Как интересны этих коней Вот стоит стадо, да Извиняюсь, табун Табун, коней Вот как ты его угонишь Надо просто высмотреть из них вожака Вот И его заарканить А потом его надо объездить Объездить его очень сложно, чтобы за раз И поэтому это такая трудно Его нужно оседлать И вот на него заскочить Заарканить, заседлать, заскочить Он же будет брыкаться, сопротивляться Он не будет хотеть Они не объезжены Эти кони, они строптивые Вот, и представьте Вот этим Челкустаром, который им нужно было Этого коня приручить И они сидели на нем И не отпускали его До тех пор, пока конь не устанет Представьте, они там носились По степи на нем Вот пока он, конь, уже не устанет И когда вот он уставал А если наездник оставался сверху То конь сдавался И если вы вожака приучили То все стадо тихо за ним ушло Все У нас телефонный звоночек есть Здравствуйте Здравствуйте Как зовут вас? Руслан Руслан У вас вопрос гостям? Да-да Давайте озвучивать Ну, не то, что даже вопрос Здравствуйте 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 Я хочу поблагодарить Лично Аталию Паневич За такую работу Вы подняли уровень Исполнительского мастерства На лишь совершенно другой уровень И очень рад, что у нас есть Именно национальный хайболер Потому что до этого времени Я вот сколько помню Такого уровня еще не было И очень рад, что у вас Есть новые идеи Новые постановки Ждем с нетерпением И горжусь тем, что у нас Такой коллектив Спасибо вам большое Спасибо за теплый отзыв Благодарим И мы тоже ее смотрим С интересом Когда Интересные личности Да, у вас появляются Где с ним еще можно поговорить Вот эта возможность Обратная связь Позвонить Это здорово Что можно позвонить тут же И Большое спасибо Вы как-то Руслан Зафиналили Вот нашу тему Прочем был старый Мы бы хотели сказать Что Как бы Почти все рассказали Но Эту программу Будем повторять В марте месяце Чуть позже уже у нас на сайте Выйдет точная дата Вот мы эту программу Чуть-чуть еще дополним Буквально немножечко По-моему еще Есть новые номера Будет все у нас хорошо Дополнить Ну я имею в виду У нас там чуть-чуть Есть неточности Которые мы хотим поправить Что-то еще Хотим там То есть Взгляд Первой премьеры Вы же знаете Что наши программы Все живые То есть Мы выпускаем программу Но это не значит Что она вот такая В точности дальше будет А кабинет Что в кабинет Что в виде опускается Мы всегда что-то стараемся Еще чуть-чуть добавить Что-то там раскрыть Какие-то моменты приходят Во время репетиции Подготовки Мы добавляем Поэтому Всегда последующее Последующее выступление Оно немножко отличается От предыдущего В общем И мы Это как за принцип взяли Наш коллектив Поэтому развивается Потому что мы не замираем на месте А все равно ищем Свои ошибки Убираем их И находим Какие-то новые моменты Окрасы новые Какие-то изюминки новые На репетициях Мы их вставляем Тут же немедленно Вот И мы так привыкли жить И нам так интересно Поэтому Я думаю Что программа в марте Будет немножечко Отличаться Вы планируете Проехать С гастролями По Хакасии С этой постановкой Да мы Не знаю Планирует ли наш Плановый отдел Нас покатать У нас Достаточно много Программ Которые мы можем Вот завтра сесть Поехать У нас есть Хайбалет У нас есть Программа Сыбра Чарусто Это песни и танцы У нас есть Программа Агна Хустар Сейчас у нас Щу Хустар Появилась программа Айхужин Есть еще Айхужин у нас Эпосу То есть у нас Достаточно много Прокатных программ Которые Которые можно Не только На уровнях Хакасии показывать Но на уровнях Хакасии Их нужно в первую очередь Показывать Потому что Наши земляки Должны видеть А мы должны Ощущать Вот Принимают нас Не принимают Потому что только Это и есть Вот как бы Опора и поддержка Именно на родине Чтобы Если тебя любят на родине На самом деле Ты уже счастливый человек Потому что это Добиться Любви Именно своих Земляков Потому что Ближайшие люди Они всегда критичны Чем ближе Тем сложнее Удивить Поэтому мы Очень благодарны Людям Которые все-таки Нас полюбили И поддерживают И Хотим Чтобы Чтобы эта любовь Была Навсегда Давайте все-таки Расскажем Как публика Встретила постановку Какие были отзывы Как зал Реагировал Вы чувствовали Радж В этот момент Я знаю Что артисты Они очень сильно Чувствуют Зрительный зал И от этого Еще больше Хочется Творить Хочется удивлять Вот как вы Как вы В качестве выступающего Если расскажите Как все было Ну Ну а зрителей Очень тепло Встретил И в принципе Если брать Нашего местного Зрителя Это самый Наверное Зритель Которому Больше всего Готовимся Потому что Уже сложно Удивить Не сложно Удивить Просто Там Очень много Еще приходит Своих Близких И родных Да Для меня Самый критик Это моя мама Естественно Она всегда Меня критикует Вроде все Идеально Но она говорит Вот у тебя Ты не так Посмотрел Мама Такие мамы Да Мама Это мама Наш любимый Мы их любим Вот Самый Критик Ну Тепло Встретили Очень хорошо Я думаю Что дальше Будут еще Новые постановки Есть чем У нас удивлять У нас в принципе Артисты готовы Теперь Мы помогаем Наталье Викторовне Тоже вместе ставить Она нас тоже Обучает Она кстати Очень хорошую школу Я прошел Благодаря Наталье Викторовне Сейчас вот Спасибо Да Можно сказать Она гуру Мой По постановкам И сейчас Она иногда Мне тоже доверяет Ставить Допустим Какие-то постановки Помимо Допустим Национальных программ Еще какие-то Современные Рашл Смотрите Вы говорите Что зрители Встретили тепло Поделитесь Вот этим Таким закулисным Наверное А как вы это понимаете Вы слышите Их реакцию Какую-то Вы смотрите Там ненароком Посмотрели Взгляд Кинули в зал И посмотрели Как они вот так Сидят Зовороженные Как вы это видите И слышите Что происходит В зале В этот момент Что это тепло Можно увидеть Что зритель заинтересован Действительно Он прям Живет этим номером Точнее Вместе с нами Погружается туда Что он садится Вместе с нами На коне И скачет И ворует этих коней Вот И конечно же Потом уже В конце реакции Зрители Это всегда Всегда для нас Это Можно сказать Это вот Назвать это Слово Не могу подобрать Да Вот Вы знаете Аплодисменты Вот эти крики Браво И нежелание Уйти из зала Вот Быстро Побежать Одинся И Выбегают На сцену Светами С благодарностью Благодарят Говорят Какие-то теплые слова Прямо на сцену То есть И мы заметили Что вот Именно тема Очень понравилась Зрителям Сама тема Как сказать Тронула Сама тема тронула Может быть Мы не так Мы же не можем Каней на сцену Выпустить Правильно Нам пришлось Подумать Покумекать Как же нам Подать эту тему Чтобы без Каней Обойтись Вот И вот мы придумали Что это Эту историю Про троих Кстати Перебью Наталья Хочу отдельно Если ребята смотрят За кулисами У нас были Мои подготовленные кони Им отдельная благодарность Кстати да Можно назвать Это вы в прошлом Вот мы когда кидали Если зрители видели Мы когда кидали Канаты Ребята держали Именно канаты Там Это у нас Три парня Два молодых Это Оралдай Айдас И Куджун Им вот отдельный От меня респект И благодарность Потому что Они вместе с нами Хотя они Вроде бы Не участвовали В номере Но они Без них Этот номер Точно бы не состоялся То есть Прямо стопроцентный Возможный успех Этого номера Благодаря тоже Этим ребятам Так что ребята Вам спасибо За то что вы Мне не сказали Я не пойду домой Не хочу в этом участвовать А прям стояли Держали И кстати говоря На них тоже Легла очень такая Большая ответственность В плане Травмируемое Вот что-то Вот да Потому что мы Когда тянули канаты У канатов Есть такое Такое свойство Если ты голыми руками Держишь Это все обжигает руки Вот Ребята так что Не справились С этой задачей Вам респект Вот Я бы тоже Еще хотела Упомянуть Нескольких Своих людей Помощниц Артисток Которые Приняли участие Вот именно В постановке Этого проекта Будет несправедливо Если мы Нечайно их забудем Это Алтен Чичек Она аж Два номера Создала Для этого Проекта Она у нас уже В прошлой программе Тоже пробовала Свои силы Как постановщик У нее Очень интересные Находки в руках Вот она И она здесь Тоже проявила Свой талант Мы и дали ей Такую возможность Она с интересом К этой новой Своей версии Себя подошла Она очень Солеустремленная Девушка У нее И у нее получается И ей нравится В общем И получается Все равно Все в общем В нашем стиле Но какие-то Свой изюм Она внесла И это очень здорово Также еще Сиба Нарых Ахасха Она тоже Сделала Очень красивый номер Она нашла Там очень Такие Яркие акценты Которые Украсили Весь номер Запоминающийся То есть ее номер Стал Стал такой Не скажешь Что он был Незаметен То есть он Прямо Выстрелил Вот спасибо Девочкам огромное За то что они Вот в команду Постановщиков Вступили Смело Вот сейчас У нас такой Хороший Конгломерат Вот наша Группа Вполне Справится С любой Сложной Поставленной Задачей Потому что Я уже Как бы Выполняю Функцию Главного Болитмейстера То есть ставлю Основные Массовые Полотна А вот уже Какие-то Нюансы Я могу Разбросать Моим Молодым Талантливым Артистам Которые Тоже себя Как постановщики Оставят след В истории Как постановщики И за что О чем Большая Благодарность У нас телефонозвоночек Был 2261 Вот вижу Опять звонят Давайте узнаем Кто Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Людмила Людмила Рассказывайте Я хочу сказать Что у вас Очень грамотная Передача Настолько Познавательная Настолько Интересная Почаще Такие Передачи Я вам Очень благодарна За такую Познавательную Программу Спасибо вам За звонок Очень приятно Спасибо Сегодня очень много Теплых слов Слышу Это здорово Это приятно Что твой труд Кому-то нужен Это Дает Окрыляет Дает Толчок Дальнейшему Творчеству Здорово Наталья Смотрите Вы сказали Что в следующий раз В марте Покажете Я так понимаю Ну в Абакане А вообще С какой частотой Потом Как будете часто Показывать Эту концертную программу Попробуем попросить Чтобы У нас Просто у нас До марта Уже все Распланировано Во-первых Сейчас идет Новогодняя Декада После нее У нас Юбилейный сезон Поэтому мы будем Готовиться К юбилейным Мероприятиям Филармоническим Там мы будем Что-нибудь другое Показывать У нас есть Выбор И вот Как только мы Юбилейный Закончим Опять вернемся Поплотнее К этой программе И уже К марту Месяцу Мы готовы Будем ее Заново Прокатывать Активно И попросим Чтобы нас Покатали По республике По республике Прокатили Да Чтобы наши Все жители Республики Могли там И посмотреть И аскиз И шира И И таштып И так далее Единственное Они всегда Получаются Из-за площадки Потому что Нам тоже Для нашего Творчества Нужны хорошие Большие площадки Но Все равно Стараемся Любую площадку Меститься И сделать Да Потому что С веревками Не во всяком Дека Ты не сможешь Вот этого Произвести Там нет Кулисья Но мы Сейчас будем Об этом думать Как в таких Случаях Что-то Может изменим Ну чтобы Это В качестве Не проиграло У нас остается Три С небольшой Минуты До окончания И в завершение Давайте поговорим 4 ноября В Москве На ВДНХ Была Огромная выставка Форум России Думаю Многие Об этом знают И Ваш ансамбль И ульгер Были задействованы Практически Во всех Концертных площадках Расскажите Где выступали Какие были номера Но у нас Немножко времени Есть вкратце Мы прилетели 16 числа И попали на Огромный Большой Концерт На концертную площадку Которая Представляла Сибирские регионы Там было 8-10 регионов И в том числе Краснодарский край Тыва Хакасия Новосибирская область Кемеровская область Краснодарский край Краснодарский край Я сказал Из Забайкаль По-моему Еще там Да Забайкальский И мы в этом Принимали участие С одним номером Там каждый регион Один номер Заканчиваем Ну естественно Танцы Сибири Начинал там Омский хор Мы где-то Четвертый Третий Пятый номер У нас был Танцевальный Очень неудобная Была сцена Она была такая Длинная Длинная Огромный Огромный экран И такая плоская А у нас номер Был квадратный Нам пришлось На ходу Переигрывать Переформатировать Все Добавлять Молодежь по бокам То есть мы Планировали Их там Немножко Не тогда Вывести В общем Получилось здорово Нам понравилось У нас есть Видеодоказательства Они вот На страничке Вконтакте Можете посмотреть Вот У нас было запланировано Три концерта Но в итоге Мы дали Шесть концертов То есть Три Масштабных Больших концерта И еще Открытие площадок То есть мы Помогли Валентину Олеговичу Открыть одну площадку С его презентацией Потом Там где у нас Кухня Народов мира Народов Ну да Народов мира Кухня Народов мира Мы там Кухня Отказскую площадку Открывали С нами еще там Работал Аржан После нас И Алтер театр Вот Ну а мы Первый танцевальный Номер дали В общем А также еще У нас была Совершенно Площадка Уличная Экстремальная площадка Да Я бы назвала Экстремальная Вот это Последняя площадка После нее Мы думали Мы не выживем Потому что в райдере Было все Но то что будет Там лежать снег И надо одевать коньки Нас никто не придумал Вы что Просто под снегом На открытой площадке Центральная площадка Просто вот Заходишь в Эденхай Огромная Огромная площадка Вот Она под крышей Но Половина Все равно под снегом Да нет Там полностью Сцена была В снегу Задувала То есть в этот день Была вьюга Минус 11 Холодно Спецэффекты живые Да И мы в лидии В лидии костюмы У нас были сапоги танцевальные Которые скользили на снегу Просто Да И я сказала только Ну Если кто-нибудь упадет Вы знаете Вот до нас падали все А у нас никто не упал Не знаю Испугались или что Ну я ничем не грозила Просто так сказала Никто не упал Молодцы 45 минут на морозе Снегу Ну хорошо Что никто не трогнулся Настоящие фокусы У нас к сожалению Эфирное время завершается И хочется вам Огромное спасибо сказать Было действительно познавательно Действительно интересно И вот эти вот Видеоматериалы С постановки Тоже думаю Всем пришлись по душе Всех приглашаем Ну в марте месяце будет Мы еще к этому времени Обязательно встретимся И сообщим Спасибо До свидания Спасибо Спасибо Спасибо